Анна Яковлевна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, расскажите, как у нас обстоит дело с рождаемостью в республике? Стали ли больше жителей республики рожать? В 2015 году зарегистрировано 7 980 актов о рождении. Это на 246 актов меньше, чем в 2014 году. Поэтому хочется отметить, что с 2008 года этот показатель впервые стал ниже 8 тысяч. Максимум по этому показателю был в 1990 году, когда было зарегистрировано 8 707 актов о рождении. Также в 2012 году тоже был высокий показатель 8 501 акт о рождении. Также хочется отметить, что самый минимум в 1999 году был, когда было зарегистрировано 5 364 актов всего о рождении. Несмотря на общее снижение, у нас в некоторых территориях есть и рост рождаемости. Это в городе Черногорске и в Таштыбском районе. А больше мальчиков или девочек у нас рождаются? Как показывает статистика комитета ЗАГС при правительстве республики Хакасия, в последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек в среднем на 5%. Также хочу отметить, что в 2015 году у нас родилось и зарегистрировано 70 пар двойняшек. Это на 9 пар больше, чем в 2014 году. И зарегистрирована одна тройня. То есть это для нас такой уникальный случай? Да, конечно. Хороший показатель, которому мы очень рады. Ваши специалисты лучше всех знают. А как меняются мода на имена детей? Какие такие необычные имена своим дочкам и сыновьям дают жители республики? Из года в год, конечно же, приоритеты населения меняются. В 2015 году самыми популярными именами, которыми называли своих детей, это у мальчиков были Артем, Максим и Александр, а у девочек Дарья, Анна и Полина. Что касаемо редких имен, тоже встречались у нас при регистрации в 2015 году. У мальчиков редкие имена были Добрыня, Ефимий, Матфей, Милана, как называли мальчика в 2015 году, Стефан и Юлия. А у девочек редкие имена такие присутствовали с двойными именами. Ева Мария, Анна Мария были случаи. Также Златослава, Маруся была регистрацией такого имени. И девочку назвали Максим в 2015 году и Октябрина. Вот такими именами называли и регистрировали детей в 2015 году. То есть неизвестно, да, по какой причине? Это просто приходить родители или просто... Да, конечно, это дань и моде, и родители. Это только право родителей. И, соответственно, регистрация идет в соответствии с тем, как захотели родители и на что позвоняет закон. Анна Яковлевна, ну теперь немного, скажем, в другую сторону наш разговор повернем. А вот что касается разводов, известно, что у нас это число постоянно растет. Вот как в 2015 в этом плане было? В 2015 году хочется сказать о том, что у нас идет большое снижение по этому акту регистрации гражданского состояния. Зарегистрировано у нас разводов 2475 на 400 меньше, чем в 2014 году. Как я уже сказала, это самое большое снижение. Также хочу отметить о том, что самое большое снижение по территориям республики Хакасия отмечается в городе Абаза. Там меньше разводов зарегистрировано, чем в 2014 году на 42%. Это достаточно большой показатель. А вот в таких территориях, как Усть-Абакан, Абакан и Черногорск, как разводились, так и разводятся. То есть увеличение госпошлины за данный вид регистрации макта гражданского состояния, как показывают цифры, не помеха. А у вас есть такие данные? Кто у нас из муниципалитетов, скажем, лидер по разводам? По разводам лидер Усть-Абакан в процентном отношении. Мы не можем говорить в численном, потому что у каждого района своя же численность, и поэтому в процентном отношении Усть-Абакан. А что касается заключения браков? Заключение браков у нас в 2015 году зарегистрировано 4 499 актов. По этому показателю у нас тоже идет снижение в республике в 2015 году. В торжественной обстановке изъявили желание зарегистрировать в браке 3 218 пар. То есть это тоже достаточно высокий показатель. И незначительное увеличение по регистрации браков идет в 2015 году и наблюдалось только в Арженкидзевском и Алтайском районах. А вот в Шилинском районе самое большое снижение по регистрации браков. Это и неудивительно, поскольку одна треть всего утраченного жилья в республике Хакасия в результате пожаров 12 апреля 2015 года пришлась на Шилинский район. Поэтому, видимо, было не до свадеб. А выходят ли девушки из Хакасии за граждан дальнего зарубежья? И вот в какие такие экзотические страны уезжают наши девушки? Значит, ну, выезжают или нет, у нас, конечно, такой информации мы не обладаем. А то, что у нас в 2015 году регистрировались браки с иностранцами, это такая статистика у нас существует и есть. 107 браков у нас зарегистрировано с иностранцами. 90% это граждане ближнего зарубежья страны СНГ. А остальные 10% это дальние зарубежья граждане Германии, Алжира, Китая, Южной Кореи и Колумбии. Даже такой случай был. Очень далеко. Очень далеко. Дальние зарубежья. Какие-то еще интересные тенденции вы отметили среди записи актов гражданского состояния? Ну, можно отметить некоторые моменты и тенденции при регистрации актов гражданского состояния. Наибольшее количество разводов приходится на период существования брака от 1 до 3 лет. И возраст, чаще всего, в котором разводятся граждане, составляет 25-39 лет. Анна Яковлевна, и вот последний вопрос. В работе комитета ЗАГС в этом году ожидаются какие-нибудь изменения, о которых важно знать жителям республики? По этому вопросу можно сказать следующее. О том, что органы ЗАГС республики, как и все органы исполнительной власти республики Хакасия, совершенствуют систему предоставления государственных услуг. В настоящее время существует несколько способов получения государственных услуг органов ЗАГС. Это как в самом органе, в МФЦ, в многофункциональном центре, в территориальном его отделе, и через единый портал государственных и муниципальных услуг. Что касается МФЦ, то хочется сказать, что с 2013 года через территориальные органы ГАОМ, ФЦ, Хакасия предоставляются административные действия. Не все услуги, а только административные действия. Это такие, как прием совместного заявления на регистрацию брака, прием совместного заявления на расторжение брака граждан, у которых нет совместных детей несовершеннолетних, и прием на выдачу повторного свидетельства или иного документа, который подтверждает факт или отсутствие такового о регистрации акта гражданского состояния. То есть вот эти три действия. Что касается единого портала государственных и муниципальных услуг, то хочется отметить следующее, что у нас в последнее время пользуется популярностью подача заявок через портал госуслуг на предоставление услуг органов ЗАГСа. Сегодня в республике реализована возможность подать электронную заявку через единый портал госуслуг на получение услуг органов ЗАГС. Особой популярностью сегодня пользуются подача электронной заявки через этот портал на заключение брака. То есть там бронируется дата и время регистрации. Вот новшество, к которому мы идем, и скоро будет эта возможность реализована, это то, что на портале госуслуг будет возможность заполнить не вот такую электронную заявку, которая не подписывается электронной подписью, а полноправное, хорошее заявление, единая форма, которая будет по всем регионам Российской Федерации. И это заявление будет подписываться электронной подписью. И после того, как граждане уже будут приходить за услугой в органы ЗАГС, им не нужно будет переписывать это заявление на бумажном носителе. То есть будут получать эту услугу уже по тому, которое будет подано через портал ЕПГУ. Но обо всех этих новшествах граждане республики Хакасия будут уведомлены не только через органы ЗАГС, но и через средства массовой информации. Что ж, спасибо вам за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.